708 тысяч квадратных метров жилья построят в этом году. 835 миллиардов тенге инвестиций планируют привлечь для развития производств региона. В Акимате области обсуждали социально-экономические показатели и говорили о планах на этот год. Подробности расскажет Антон Александров. Экономический рост напрямую связан с уровнем инвестиционной активности. По итогам прошлого года более 809 миллиардов тенге инвестировано в основной капитал области. 62% от этой суммы вложили в развитие промышленности. На эти деньги приобретали машины и оборудование, а также производили капитальный ремонт. В разрезе регионов наибольший объем инвестиций приходится на Караганду и Тимиртау, рапортует чиновники. В этом году планируется привлечь вложений в основной капитал не менее 835 миллиардов тенге. Карагандинская область является одной из крупнейших промышленных регионов страны. Наращивание объемов производства – стратегически важное направление в экономике региона. Национальным проектом по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы предусмотрено повышение производительности труда в 2,5 раза, обеспечение основными продовольственными товарами отечественного производства, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза, стабильное повышение доходов сельских жителей. Разработанные согласно национальному проекту декомпозированные показатели включены в план развития области на 2021-2025 годы. На жилищное строительство было направлено порядка 82 миллиардов тенге, что на 39,3% больше аналогичного периода 2020 года. Четверть возводимого жилья является индивидуальным строительством. На коммерческое жилье приходится примерно половина строительства в регионе. Жилье госсектора занимает 16% от общего количества возводимых квадратных метров. В общем, за 2021 год предприятиями и организациями всех форм собственности выполнено строительных работ на 471,9 миллиарда тенге. Введено более 663 тысяч квадратных метров жилья. В этом году планируют сдать 708 тысяч квадратных метров. Во время рабочих поездок жители районов, городов часто поднимают проблемные вопросы, которые требуют финансирования из областного бюджета. Областная бюджетная комиссия, депутаты идут навстречу Акимам регионов, поддерживают выделение необходимых средств для решения вопросов населения. В итоге мы видим не всегда эффективное использование этих средств. При планировании расходов основным критерием должна быть отдача вложенных денег, говорит Акимобласти. Ряд регионов подверглись критике за неосвоение выделенных сумм и нереализацию намеченных планов. Сфера торговли обеспечила рост на 11%. Увеличение объемов розничного товарооборота более чем в два раза достигнуто Нуринским и Актагайским районами. На текущий год рост объема внутренней торговли запланирован на уровне 3,2% к уровню 2021 года. Промышленные продукции за прошлый год произведены на более чем 4 триллиона тенге. Положительная динамика обеспечена повышением производства продукции, черной металлургии, фармацевтики, легкой промышленности и машиностроения. Горнодобывающая промышленность за год выросла на 4,9%. Объем услуг торговой деятельности увеличился на 11%, а сфера транспорта на 3,8%. Антон Александров, Шелкарл Тонбеков, Николай Шевелев. 5 канал.